К свежим данным по коронавирусу. За последние сутки в КОМИ вылечились 72 ранее инфицированных. Диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден еще у 52 пациентов. Вот как свежие данные и другие новости республики прокомментировал исполняющий обязанности главы КОМИ Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 5619 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки 52 человека. В структуре заболевших 52 человек 25 человек, заболевшие в Сыктывкаре. Поэтому еще раз напоминаю о обязательном ношении масок в общественных местах. Под медицинским наблюдением 2260 человек, выздоровело 4529 человек. За сутки хорошо выздоровели 72 человека. Сегодня в селе Вашкурия Корткировского района состоялся учебный сбор с руководителями администрации городов и районов республики, которые также являются председателями муниципальных комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Мы обсудили важные вопросы для республики, такие как обеспечение безопасности людей на водных объектах, ликвидация последствий весеннего половодия. Все пострадавшие от половодия муниципалитета республики получили средства на восстановление жилья из резервного фонда правительства. На этой неделе почти 10 миллионов 720 тысяч рублей поступили в Усть-Цилимский район. В этом муниципалитете от паводка пострадало больше всего жилья – 372 дома. Как я уже рассказывал, ранее средства были перечислены в Прилузский, Ударский, Усть-Куломские районы. Эти три муниципалитета получили 6 миллионов 200 тысяч рублей на восстановление 210 домов. Юные жители республики смогут отдохнуть в детских лагерях на морском побережье. В оздоровительных организациях Краснодарского края и города Севастополя речь идет, в первую очередь, о детях, проживающих в арктической зоне. У нас к ней относятся города Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилимский район. Так вот, смена в лагерях начнется с 22 августа. Прием заявок на приобретение путевок стартовал на этой неделе. Причем для одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сама путевка будет предоставлена бесплатно. Родителям необходимо будет оплатить только стоимость проезда. Мы заботимся и об отдыхе людей старшего поколения. В этом году 670 пенсионеров республики поправят здоровье в санатории «Колос» в Кировской области. На эти цели из республиканского бюджета выделено 20 миллионов рублей. Распределением путевок занимается Республиканский совет ветеранов. Путевки для пенсионеров будут бесплатными. Отдыхающим надо будет оплатить только дорогу. Буквально несколько дней назад в «Колос» уже заехали 186 пенсионеров из 8 муниципалитетов республики. Уважаемые жители республики, это все основные новости, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.